Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. На встрече к главному спортивному событию 2018 года анапские волонтеры готовятся принять участие в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу. Настрой встать в строй. Анапская молодежь показала свою готовность Родину защищать. Звездные бои. Какое отношение анапский турнир по самбо имеет к космосу и на какую новую орбиту планируют выйти в следующем году. В краевой столице подвели итоги работы антинаркотических комиссий городов и районов за 8 месяцев 2017 года. Совещание провел вице-губернатор Кубани Николай Далуда. В заседании региональной антинаркотической комиссии принял участие исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков и все ответственные за эту работу службы города-курорта. Участники заседания региональной антинаркотической комиссии проанализировали эффективность проводимых профилактических мероприятий. Сначала Николай Далуда привел статистику. Количество наркопотребителей в крае на 1 сентября текущего года составляет 10 887 человек. Из них на профилактическом учете в краевом наркодиспансере состоит 5 985 человек, на диспансерном учете 4 902 человека. Общее количество наркопотребителей с начала года снизилось более чем на 2000 человек. В Анапе под наблюдением в наркологическом отделении состоят 334 человека, как потребители наркотиков. В расчете на 100 тысяч населения этот показатель ниже среднекраевого. В тесном взаимодействии работают все службы и цель одна – не допустить негативной динамики. Эту работу необходимо продолжить и продолжать. Сергей Алексеевич, я вас прошу, каждую неделю в пятницу мне будете докладывать, что сделано, на каком этапе мы находимся, в лучшую или в худшую сторону. В Анапе 23 тысячи школьников и 35 тысяч человек – студенты и работающая молодежь. К профилактической работе в этой среде особое внимание, и она дает результат. На территории муниципального образования города Куртунапа у нас, к счастью, не зафиксировано ни одного факта употребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними именно. Лучшая альтернатива пагубным привычкам – это спорт и здоровый образ жизни. В Анапе почти 12 тысяч детей постоянно посещают занятия в спортивных школах. А по количеству детей, участвующих в различных спортивных турнирах, Курорт занимает второе место среди 44 муниципалитетов края. Я сразу скажу, это занятия спортом, занятия физкультурой и те занятия, которые родители считают, что ребенка отвлекут его от пагубных привычек, все, что связано со здоровым образом жизни. Спорт, прежде всего, это здоровье и хорошо формируется характер и сила воли. Сила воли поможет не податься соблазну встать в ряды потребителей запрещенных веществ или преступников. Наказание за хранение и сбыт наркотиков более чем серьезное. Уголовная ответственность у нас наступает с 16-летнего возраста за совершение особо тяжких преступлений с 14-летнего возраста. Значит, хранение наркотических средств – это статья 228 ГУК РФ. Значит, минимальное наказание – это 40 тысяч штрафа за хранение. Максимальное наказание – это 15 лет лишения свободы. Допустим, чтобы гарантированно получить 8 лет лишения свободы, достаточно будет количества синтетических веществ, соразмерных со спичечной уголовкой. Антинаркотическая комиссия города-курорта продолжит свою работу. Первый международный форум вожатых стартовал в Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена». 52 региона Российской Федерации, а также Белоруссия, Туркменистан, Турция, Болгария и Никарагуа принимают в нем участие. Студенты и профессиональные педагоги, активисты и общественные деятели собрались на одной площадке, чтобы обменяться опытом и задать новый уровень вожатскому движению. Инициатором проведения форума выступил Кубанский государственный технический университет. Идею поддержали Миноборнауки России, Совет Федерации и Комитет по социальной политике. Генеральным организатором выступило Агентство социальных технологий и коммуникаций. Директор агентства Елена Родионова отметила, что мировая тенденция приглашать индивидуально профессионалов имеет место и в вожатской среде. Этот форум впервые с индивидуальной регистрацией на сайте Всевожатой РФ, впервые с предложениями индивидуально. Каждый вожатый, независимо от того члена, он педотрядный член, работал он в детском центре и не работал. Он имеет право быть здесь, и в этом отличие форума, возвращаясь к сути вашего вопроса. И он имеет право, чтобы его авторский метод материал был доступен всем на глобальном ресурсе вожатых. Я уверена, что это к лучшему для вожатской страны. Участники фестиваля отмечают, что такое масштабное мероприятие в первую очередь неоценимый опыт, возможность реализовать себя и разработать новые уникальные технологии в сфере дополнительного образования. Вот такая площадка – это уникальная возможность обменяться этим опытом, выработать какие-то единые подходы, сформулировать предложения, которые в дальнейшем лягут в основу наших общих действий по развитию данной сферы. Продолжила международный форум работа образовательных программ на пяти площадках, где крупные центры и вузы делились опытом, что такое педагогический отряд, как правильно создать команду. Об этом участники форума узнали на мастер-классе «Современные технологии» от представителей Кубанского государственного технического университета. Через коллективно-творческие дела юноши и девушки пытались выстроить партнерские отношения, например, в игре «Выстроить по росту». Проактивные есть педагогические отряды, есть реактивные. Вот реактивный тот, кто становится жертвой каких-то обстоятельств и ведет себя соответствующим образом. Мы же призываем за то, чтобы быть проактивным самому, придумывать обстоятельства, перешагивать через них. Так как участники прислали очень много разработок, в планах организаторов создать методическую копилку в сети интернет. Мы можем узнать много нового о тех, кто давно уже работает вожатыми, то есть они нам могут передать то, что они узнали за столько лет работы. Я думаю, это никогда не будет лишним опытом. Так как мы технологический университет, у нас на базе развивается отряд педагогический классный техник. То есть мы научим можно чего-то новому ребят и также учимся сами. В программу мероприятий форума вошли научно-практическая конференция, семинары, лекции, круглые столы, дистанционные курсы, мастер-классы, встречи с руководителями крупнейших вузов страны, а также творческие мероприятия. Анастасия не ходит. Три года она помогает в организации краевых и городских мероприятий. По сложному списке их уже порядка 30. Я добрый человек, я люблю помогать людям, делать добро, нести добро. Когда нам сказали, что набирается команда городских волонтеров именно для FIFA, меня это заинтересовало. Я решила, почему бы нет, почему бы не попробовать. Пришла в 21 век, написала анкету. У нас это происходит первый раз в России сама. Я думаю, это очень интересное пройдет мероприятие само по себе. Девушка может объясниться на английском и немецком. Это увеличивает шансы на положительное решение. Уже на следующей неделе и до конца текущего года на базе городской школы волонтеров «Территория добра» будут проходить подготовку те, кому предстоит работать на тренировочных площадках в Витязево и Станице Анапской. Организаторы школы уже получили методику подготовки. Это будут мастер-классы по общению с людьми в команде. Это обучение будет тим-лидеров, то есть ребят, которые будут проявлять свои лидерские качества именно в работе в команде, будут вести за собой. Прежде всего, это волонтер-человек, который должен нести позитив, должен какую-то надежность себе нести, то есть чтобы люди шли за ним. Поэтому это на самом деле очень важный аспект, который мы сейчас будем очень так сильно прорабатывать. У нас ребята в городе вообще довольно-таки активные, уже принимали участие в крупных краевых мероприятиях и во всероссийских форумах. Поэтому я думаю, что никаких проблем конкретно с нашими волонтерами не будет. Очень радует то, что у нас принимают активное участие волонтеры серебряного возраста, они подключились. У них тоже богатый опыт знаний, багаж, можно сказать. Поэтому в тандеме молодежи и люди более опытные будут работать и закрывать все эти площадки. У Татьяны Андреевой была возможность побывать на Московской Олимпиаде 1980 года, но тогда она не придала этому значения и сожалела. Поэтому в 2014 году не упустила возможность стать волонтером на Сочинской Олимпиаде. Потом дело в прямом смысле затянуло. Женщина-педагог по профессии, поэтому отдавать ее внутренняя потребность. Это эмблема Кубка Конфедерации, который прошел этим летом. Татьяна уже получила приглашение в Сочи на стадион Фишт, где также будут проходить матчи первенства мира. Она будет регулировать потоки зрителей. Во-первых, улыбаться, приветствовать. Они сами, зрители подходят к тебе с билетами и спрашивают, в какую сторону им пройти, в какую зону, на какой этаж. Сложно только, единственное, что смена бывает очень долго. Просто уставали ноги и все, не более того. Так, в Анапе этим летом приветствовали проведение в России футбольного первенства. Плюсы Анапы, как место для тренировок, мягкий климат и близость моря, развитая гостиничная инфраструктура, удобное расположение аэропорта. Город-курорт готов внести свой вклад в общее для стороны дело. Анапские волонтеры оказывают помощь не только в проведении важных мероприятий, но и в повседневной жизни, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 1 октября во всем мире отмечают День пожилых людей. Специально к этому дню, вот уже два десятка лет, гимназия Росток проводит необычную акцию «След доброты». Гимназисты формируют гуманитарную помощь и передают ее тем, кто в ней особенно нуждается. Последние годы им в этом помогает Анапский центр социального обслуживания населения. Совместную благотворительную акцию гимназия и центр социального обслуживания населения проводят уже седьмой год подряд. Она стала доброй традицией и с каждым разом количество желающих принять в ней участие растет. Мы предварительно запрашиваем списки находящихся в отделении к этому дню пожилых граждан и только потом уже формируется просьба на гимназию Росток. О том, что у нас находятся в отделениях граждане пожилого возраста, нуждающиеся в оказании помощи. Сейчас на попечении в отделениях сестринского ухода, виноградного, гостогаевского и первомайского сельских округов находится 55 пожилых граждан. Именно такое количество продуктовых наборов собрали гимназисты. Крупы, сахар, консервы, конфеты. Казалось бы, обычные продукты, но не обычная миссия. Ведь самое главное – это внимание, которого так часто не хватает пожилым и одиноким людям. Такая акция нужна, что она заставляет сердца юных людей тоже трепетать. Каждый год они готовят своими руками открытки. Эти открытки с теплыми словами мы вкладываем в каждый пакет. И вы знаете, как-то нам позвонила пожилая женщина после этого и сказала, вы знаете, вот даже я не столько обрадовалась этому продуктовому набору, вот сколько я эту открытку повесила на самое видное место. Я ее перечитываю, я вот каждый день смотрю, и я чувствую, как тепло этой открытки идет в мою душу. И гимназисты, и их родители принимают участие в акции абсолютно добровольно. Несмотря на юный возраст, молодежь уже понимает, что как ты сам отнесешься к старости, так и в старости отнесутся и к тебе. Это очень важно, помогать вообще в принципе всем людям, особенно пожилым, потому что сейчас такая ситуация, что им сложнее самим за себя заботиться. И им очень приятно, и важна вообще наша забота. И я думаю, это очень им помогает, и не только физически, но и морально. В завершении линейки руководство Анапского комплексного центра социального обслуживания населения вручило директору гимназии Ирине Пономаревой благодарность за поддержку и сотрудничество. Продуктовые наборы были тут же погружены в автомобиль, и уже к обеду сегодняшнего дня все нуждающиеся получили приятные подарки. К защите Родины готов! Под таким названием в сквере Гудовича сегодня прошел муниципальный этап краевого слета военно-патриотических клубов и объединений, посвященный памяти героя России генерала Геннадия Трошева. Кадеты, школьники и представители военно-патриотических объединений боролись за право быть лучшими в военизированных дисциплинах, чтобы затем представить Анапу на зональном этапе. Бьется, бьется, здание полковое, командиры впереди! Вот так чеканя шаг под строевые песни открылся муниципальный этап краевого слета к защите Родины готов. Это ежегодное мероприятие набирает популярность среди анапской молодежи. Количество участников с каждым годом увеличивается. Занятия военно-прикладными видами спорта получают все больше интереса у молодежи города. Тем более ребята понимают, что у нас город воинской славы. В этом мероприятии ребят становится все больше и больше. Приходят, участвуют и получают интерес. И военно-спортивных клубов у нас открывается также больше. Мероприятие организовано Управлением по делам молодежи и Центром патриотического воспитания «Ратмир». Сегодня в состязаниях принимают участие пять команд. После проверки строевых навыков ребята должны пройти настоящую полосу препятствий. Сборка-разборка автомата, преодоление заграждения по-пластунски, метание гранат, оказание первой медицинской помощи. Примечательно, что наравне с юношами свои силы испытывают и девушки. Причем в некоторых дисциплинах показывают лучшие результаты. Во-первых, мне это нравится и я решила по собственному желанию. Раньше я немножко тренировалась и сама занималась. И поэтому я считаю, что этот уровень для меня доступен, чтобы участвовать. Еще два этапа испытаний участники прошли на территории скейт-парка. Метание ножей в мишень успешно осуществить не удалось практически никому. А вот в стрельбе из пневматических винтовок юноши показали высокие результаты. Промахов практически не было. Подобные мероприятия полезны и тем, что молодые люди постепенно готовятся к службе в вооруженных силах России. Скоро в армию надо идти. Там же то же самое, что и в жизни будем проходить. Она всем помогает. Всем везде. В самообороне тем более. На охоте вот, кстати. По итогам состязаний на третьем месте участники военно-спортивного клуба «Пост номер один». На втором – студенты Анапского колледжа сферы услуг. Первое место завоевала команда Анапского сельскохозяйственного техникума. Именно им теперь и предстоит защищать честь Анапы на зональном этапе краевого слета в защите Родины готов, который состоится 8 октября в городе Темрюк. Черноморские греки связались с Международной космической станцией, чтобы назвать турнир по самбо именем космонавта Федора Юрчихина. Сегодня в Витязево стартовали первые соревнования в новом формате. Организаторы обещают вывести их на самую высокую орбиту. Турнир с национальным колоритом. В этом спортивном зале уже проходили городские соревнования по самбо, но в региональной национальной культурной автономии греков решили поднять статус соревнований и через головную организацию дозвонились на Международную космическую станцию, командиру экипажа, Герою России Федору Юрчихину. В свой пятый полет грек по происхождению отправился с позывным «Олимп». Общественники попросили разрешения назвать турнир его именем и получили согласие. В Витязево соревнуются около 200 юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 лет из Анапы и Новороссийска. Этот бросок принес новороссийцу Игорю Белицкому сразу 4 балла и решил исход поединка уже ближе к его концу. До этого борьба была равной. Победителю 16 лет. Он занимается борьбой 4 года. Самбо любит за то, что здесь больше возможностей, чем, например, в дзюдо. Участие в этом турнире для него важный этап. Показать себя, проявить, чтобы увидели на более высоких промах, чтобы турниры знали и опыт. По словам спортсмена, бороться с анапчанами интересно. Много сильных соперников, особенно в тяжелом весе. В качестве гостя турнира – джидаист Сава Каракизиди, призер крупных российских и международных соревнований. Специалисты называют Анапскую школу борьбы одной из самых сильных не только в крае, но и в стране. Здесь дектора школы, как говорится. Я хотел выразить огромное спасибо, Кирилл Исаевич, вам, Кирилл Исаевичу, за то, что вы болеете душой за спорт, за его развитие, за создание материальной физической базы. Мы стараемся вам в этом оказать со стороной помощи и сделать все возможное и невозможное для того, чтобы наши дети комфортно занимались, хороших залов, хороших спортивных площадок. Уже в следующем году космический турнир планируется вывести на новую орбиту, сделав его всероссийским. Уже сегодня прошли переговоры с руководством Краевого спортивного комитета, где получили одобрение, где полностью. И уже они готовят это о включении в программу, в программу 2018 года. То есть, я считаю, что мы сделали хороший задел в Анапе. Почему в Анапе? Потому что при любых делах все-таки это море, даже если сентябрь. Ну, это позволит нашим детям и отдохнуть где-то, и поучаствовать в этих мероприятиях. Сам Федор Юрчихин недавно вернулся на Землю, но приехать не смог и прислал письмо с пожеланиями успехов и побед. Как сообщили организаторы, уже в следующем году космонавт планирует лично посетить соревнования. О правилах дорожного движения в театральной постановке. Отдел ГИБДД по городу-курорту Анапа совместно с одним из детских театров провели совместную профилактическую акцию для учеников школы номер 27. В интересной и яркой постановке сказочные герои напомнили детям о правилах дорожного движения, которые должен знать каждый школьник. Как правильно переходить проезжую часть, что означают сигналы светофора и каким последствиям может привести беспечность на дороге. Вся эта информация, по мнению артистов, детьми усваивается лучше, когда подается в нетривиальной форме. Нужно быть внимательнее на дорогах, смотреть налево-направо. Ну, в общем, все правила дорожного движения, что их нужно соблюдать, что каждый несет ответственность за свою личную безопасность индивидуально, поэтому каждый должен быть внимателен. Ребята были очень активны, принимали активное участие во всех играх и заданиях. В общем-то, информация ими была усвоена хорошо, и со всеми вопросами они справились с задачами. О том, что пешеход – это полноценный участник дорожного движения, напомнила инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Дмитрий Рукавицын. Также он призвал школьников использовать светоотражающие значки и наклейки, чтобы быть более заметными для водителей в темное время суток. В заключении представления дети закрепили знания, приняв участие в музыкальной интерактивной программе. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». По прогнозам синоптиков, 30 сентября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 18 градусов, ночью прохладнее – 12 выше ноля. Ветер северо-восточный от 8 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «АНАПа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин